В этом году главной темой для художественных работ стал кинематограф, поскольку следующий год в нашей стране объявлен годом кино. На своих полотнах юные художники изобразили таких ярких героев фильмов, как Остап Бендер, Чарли Чаплин и современных спасателей мира из блокбастера «Звездные войны». На общем фоне экспозиции выделяются красочные рисунки с сюжетами из советских мультфильмов. На выставке представлена и такая серьезная тема, как война. Эти работы выполнены в формате плаката и черно-белой цветовой гамме. Наша съемочная группа оказалась в момент оценки членами жюри работ юных художников. Поэтому нам посчастливилось первыми узнать, кто станет победителем в номинации «Изобразительное искусство» младшей возрастной группы. Например, работа Рогулевой Валерии под названием «Хатика» получает третье место. А работа Воробьевой Валерии под названием «Как на острове Буяне» получает второе место. Ну а почетное первое место получает Жарикова Екатерина с работой «Красная девица». Создавая свои полотна, дети использовали разнообразные техники – акварель, пастель, аппликация, темпера. Все работы совершенно разного уровня исполнения и порой сложно отличить картины начинающих художников от профессионалов. Мы замечаем, что работ становится все больше. В этом году больше представлено, например, работ по декоративно-прикладному искусству. Заметно, что появляются работы в смешанных техниках, работы становятся все более интересными. Особенностью этого конкурса, еще я могу сказать, что является большое количество работ ребят старшего возраста. И работы очень сильные. Конкурсные работы оценивались по колориту, композиционному решению и нестандартному подходу в изображении объявленной темы. Работа всегда выгружно смотрится. Силее их. Ну вот некоторые даже… Да, формат, если большой и хорошо оформлена работа, она всегда выгружно смотрится. Дети более непосредственно видят этот мир. И это радужное восприятие полностью отражено на их полотнах. Авторские картины юных художников несут в себе в первую очередь эмоциональную составляющую. Живая мимика, открытый взгляд и особый акцент сделан на мелких деталях – глазах, ресничках, улыбке. Когда мы оцениваем работу, мы также учитываем, насколько работа соответствует возрасту. Часто педагоги помогают детишкам, и поэтому это узнается. Ну, исходя из физиологических особенностей определенного возраста, да, ребенок может мыслить определенным образом и самовыражаться в работах. Соответственно, это мы учитываем. Занятие живописью с раннего возраста позволяет детям остро ощущать эстетику окружающего мира. И на своих картинах участники конкурса изобразительного искусства в фестивале «Серебряный олень» попытались запечатлеть эту красоту. Екатерина Стросветская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».